ребята рада всех видеть сегодня у нас с вами продолжение раздела атмосфера и сегодня мы будем говорить про атмосферное давление не кажется я вам уже что-то про это говорила а может быть кто-то просто самый умный и уже все знает давайте послушаем тех кто что-то уже знает по этой теме и посмотрим совпадает ли это своими целями на сегодняшнее занятие кто знает про атмосферное давление ребят аня я не знаю если честно мне кажется это как когда воздух давит на землю как его слишком много и он давит на землю на людей вот тоже взрослые говорят давление поднимается вот или это что-то другое да там в чате кто-то спрыгнул аквиз будет георгий конечно же кто еще мог это спросить конечно будет да аня абсолютно права атмосферное давление это сила с которой воздух давит на поверхность земли на все находящиеся на ней объекта мы немножко еще разберемся поподробнее с этой темой поговорим о том что такое атмосферное давление как определяется атмосферное давление от чего зависит вообще давление воздуха и про давление внутри человека тоже поговорим толщина атмосферы кто помнит то есть воздух как и все окружающие нас тела имеет массу потому что воздух тоже состоит из молекул мы в этом уже несколько раз тоже говорили что о составе воздуха да и кто помнит какова толщина атмосферы какова толщина кто не помнит ну примерно 500 километров а толщина тропосферы первый слой атмосфера примерно сколько там 18 20 километров а вся атмосфера примерно 500 километров вот смотрите ученые посчитали что столб воздуха давит на поверхность земли в среднем силой 1,03 килограмма на один квадратный сантиметр представляете себе вот такой маленький квадратник квадратик и столб воздуха с длиной сторон один сантиметр давит вот с такой силой можно посчитать площадь поверхности тела человека и какое давление на него указывает атмосфера представляете атмосферное давление измеряют при помощи специального прибора барометра барометр переводится от греческих слов барос тяжесть и метр метро мера то есть это измерение тяжести силы кто знает кто-нибудь знает кто изобрел барометр и кто первым измерил давление атмосферное так саш не знает аня исаак ньютон наверное нет 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 ньютон но думаю что это сложный вопрос фамилия достаточно сложно вспомнила нет и что-то у нас сегодня только саша и аня с камерами остальные кира куда спряталась соням все попрятались ладно не буду скрывать долго впервые атмосферное давление измерил итальянский ученый еванжелисты таричелли он это сделал с помощью ртутного барометра вот так выглядела примерно эта конструкция величина давления определялась высотой столбика ртути в стеклянной трубочке который уравновешивает соответствующий столбик воздуха в атмосфере то есть воздух давит вот сюда на ртуть и ртуть поднимается вверх по этой трубке на трубку еще были нанесены сантиметры миллиметра сантиметра и с помощью этой линейки измерялась измерялся уровень давления георгий радуется что у нас будет квиз хорошо дальше смотрите именно вот память можно сказать или почему до сих пор даже используются единицы измерения миллиметры ртутного столба как раз таки потому что таричелли использовал именно такую систему измерений и кроме миллиметров ртутного столба есть еще современные единицы измерения это гекта паскали или ими или бары которые тоже используются для измерения атмосферного давления но миллиметры считаются такими традиционными единицами измерения айти уже современную так наша любимая карта каким считается нормальное давление саша тебя вопросы а зачем ты руку поднимал сказать про планету что сказать про планету что внутри нее есть теплота внутри она внутри она похожа на конфетку какую-то на сникерс наверное с орехом или на этот рафаэлку внутри ядро да смотрите нормальным принято считать атмосферное давление которое измерено измеряется или измеренное на уровне моря средних широтах при этом температура воздуха должна быть 0 градусов средний широт это где-то у нас ну вот примерно вот эта территория так все себя ближе так тоже сделаю чтобы посмотреть цифра ну вот где-то это 0 10 20 30 40 вот сейчас отметим 0 10 20 где-то вот здесь вот это средние широты считаются естественно в этой области но и в южной широте также да если мы в этой области будем измерять давление при температуре 0 градусов на уровне моря то это среднее значение составляет примерно 760 миллиметров ртутного столба и она считается нормальным запоминаем если давление больше чем 760 то она считается повышенным а если меньше то она считается пониженным от чего зависит давление воздуха кто знает или у кого есть какие предположения может кто-то догадывается возможно мне кажется от луны потому что у луны нету силы притяжения и когда луна вращается и каким-то образом подходит ближе к земле то как воздуху нет места и он больше давит на окружающую среду возможно интересная теория больше ни у кого предположений нет софия мне кажется что это зависит от высоты как я слышала что с но на высоте где-то давление очень сильное я не помню конечно где-то я такое слышала так ну давайте отвечу на этот вопрос софия оказалась ближе немножко по своему ответу это связано с высотой да потому что но только немножко перепутала когда мы поднимаемся выше там давление наоборот меньше потому что давайте это точно этот слайд отсюда если мы возьмем слой атмосферы то есть вот наша атмосфера измеряли тропосферу вот наша тропосфера на и и если мы поднимаемся в горы например кору здесь нарисую какая-то гора то над горами столб воздуха меньше то есть меньше воздуха давит на поверхность земли на высоте поэтому давление при подъеме в гору понижается из-за этого меняется вот так покажу вот смотрите примерно до высоты 2000 метров атмосферное давление понижается на 1 миллиметр ртутного столба на каждые десять с половиной метров высоты то есть мы прошли десять с половиной метров вверх по горе знаете большую гору нарисую здесь здесь гору побольше и например прошли мы вот высота горы 10 с половиной метров прошли давление уменьшилось на 1 миллиметр ртутного столба еще десять с половиной метров прошли еще минус один еще десять с половиной метров прошли еще минус один и вот так на каждые десять с половиной метров давление уменьшается на 1 миллиметр внимание запоминаем в конце будет задачка вот потому что плотность воздуха уменьшается столб воздуха да вот эта высота атмосферы уменьшается и поэтому давление снижается именно поэтому человеку на высоте труднее дышать и за один вдох человек получает меньше кислорода и начинает дышать чаще его клетки крови начинают активнее работать и больше в крови становятся вот поэтому вот такая закономерность прослеживается так еще один важный момент давайте прежде чем я это расскажу послушаем лизу лиза я слышала там где-то говорили что если вы на высоком этаже вы быстрее стареете не знаю это что-то новенькое такого не слышала но то что тренируется сердечно-сосудистая система это точно насчет стареете не знаю лиза не могу сказать честно так давайте продолжим смотрите теплый воздух легче холодного потому что его плотность меньше и соответственно в теплую погоду давление на поверхность земли слабее а холодный воздух тяжелее потому что его плотность больше вот и когда воздух нагревается он поднимается вверх и а если воздух охлаждается то он становится тяжелее плотнее и опускается вниз давайте чтобы было понятнее нарисую так например нарисую квадратик теплого воздуха квадратик там и такой же квадратик только холодного воздуха воздух состоит из молекул смотрите что происходит допустим нас холодный воздух молекулы хаотично располагаются у меня почему-то получились ровненькие то есть получается что на один там квадратный сантиметр холодного воздуха молекул больше вспомните воздух состоит из кислорода азота там разных газов других пылинки капельки воды да то есть вот эти все составляющие вот этих всех молекул воздуха в холодном воздухе больше а когда солнце светит когда много солнышко у нас и она нагревает наш воздух помните как воздух нагревается то вот эти молекулы они начинают быстро двигаться они двигаются двигаются активно очень и отходят друг от друга на расстоянии и находятся друг от друга дальше поэтому так получается что она один квадрат кубический сантиметр воздуха этих молекул становится меньше и поэтому теплый воздух легче чем тяжелый и вследствие этого поскольку теплый воздух легче а воздух это газообразное вещество то это теплый воздух поднимается вверх так а холодный воздух может прийти на его местных ребята поставьте мне какие-нибудь реакции кому это понятно или непонятно если непонятно можно поставить какой-нибудь удивленный смайли если понятно он саша не поставила в классе спасибо да такие закономерности здесь немножко у нас и география и физика и химия всех предметов по чуть-чуть и математика даже биология вот поэтому вот так можно объяснить массу да тяжесть воздуха теплого и холодного отличие самое высокое атмосферное давление было зафиксировано в россию в сибирском городе вот здесь у нас река енисей труханск город его значение составило примерно 816 миллиметров ртутного столба то есть от нормального это насколько отклонение за нормальное сколько нормальное давление то запомнил нормальное давление сколько кто запомнил софия сон тебя не слышно почему георгий у нас юморист георгий пишет что хотел поехать туда но теперь боится из-за давления боюсь что меня расплющит георгий там не всегда такое давление до нормальная 760 миллиметров ртутного столба а в этом городе 816 то есть насколько превышает на 56 пунктов 56 миллиметров больше и самое низкое атмосферное давление было зафиксировано в японии во время прохождения урагана нэнси его значение составляло примерно 641 миллиметр ртутного столба нэнси один из самых знаменитых ураганов его скорость достигала примерно трехсот сорока пяти километров в час невероятная просто скорость и вот такое давление было там зафиксировано низкая и еще один вопросик у нас остался по по поводу атмосферного давления как оно влияет на человека да вначале аня нам напомнила что еще у нас есть давление внутри организма люди его тоже чувствуют обычно атмосферное давление находится в равновесии с давлением внутри человеческого организма поэтому мы его не ощущаем да мы не ощущаем что на нас давит такой объем воздуха а когда происходят перепады давления то это равновесие нарушается чаще всего это происходит у пожилых людей и человек может чувствовать какие-то неприятные ощущения недомогания головокружение слабость тошнота давайте вот так сделаем кровеносная система таша вопрос а человек если так происходит нарушение то человек может уметь ну если перепады будут слишком большие то да это может очень негативно сказаться но для молодых людей это не страшно но плане того что такое с молодежью происходит крайне крайне редко лиза а просто когда плохая погода тоже плит голова это тоже атмосферное давление да да вот сейчас смотрите объясняю нарисую вот так сосуд человека на по которому течет кровь здесь нарисуем кровь здесь протекает и кровь которая течет внутри кровеносных сосудов она оказывает давление на стенки сосудов сюда на стеночки оказывается давление нашей крови во время ее прохождения через сосуды в это время на органинах давит воздух давит воздух и если давление воздуха такое же как давление внутри сосудов то есть видите нарисовала одинаковое количество стрелочек давящих из внутри и снаружи то тогда это давление уравновешенная и мы себя чувствуем хорошо если давление здесь больше снаружи да то получается что у человека давление ниже и он чувствует себя плохо ну и когда наоборот тоже если давление снаружи меньше да когда мы поднимаемся в горы давление снаружи меньше то человеку не хватает кислорода который поступает из воздуха если здесь меньше давление значит здесь меньше молекул кислорода который нужен нам для дыхания и нам не хватает кислорода и мы тоже можем чувствовать какие-то негативные симптомы тяжело дышать мы начинаем чаще дышать так взаимосвязано давление снаружи и давление внутри организма человека так что что-то хоть сказать я забыла руку опустить опускай так смотрите важные выводы до давление теплого воздуха на поверхность земли меньше чем холодного и атмосферное давление это сила с которой воздух давит на поверхность земли и на все находящиеся на не тела теперь одна задачка так смотрите высота главного здания мгу на шпиле на самая высокая точка 237 метров какое будет давление на этой высоте если у основания давление составляет 745 миллиметров тутного столба кто может посчитать а кто у нас ребят кто у нас постарше вот софия я думаю что сможет посчитать георгий алекс тоже способный спрятался сегодня от меня я просто по возрасту не помню кто и у нас там на себастьян по моему тоже так кто помнит кто не прослушал насколько снижается давление при подъеме вверх так рома по моему тоже может посчитать но я не веду по возрасту саша просто вот допустим сашулька маленькая насчета не сможет посчитать так то кто кто саша не расстраивайся ты вырастешь на выучишь всю математику и тоже будешь считать а я уже учу это георгий я уже выучила математику так аня извините какая высота основания ну у основания 0 мы считаем что у основания 0 метров а самая высокая . 230 метров что вместе считаем давайте ставим можно я скажу пробу как на до 745 у нас на 237 не танюк потому что 745 так как в 0 а 237 это уже метры так не получится смотрите получается у основания 0 давайте белом возьму чтобы было видно вы здесь у основания у нас 0 а вы здесь на высоте на самой высокой точке до 237 вот эта высота 237 метров помните что на каждые десять с половиной метров снижается на 1 миллиметр ртутного столба то есть нам нужно сначала 237 разделить на десять с половиной так я вам по шагам напишу до разделим на 10 с половиной это сколько получится вы считаем на калькулаторе 22 с половиной 22,6 и получается что мы столько раз пройдем отрезок по 10 с половиной метров и соответственно давление снизится у нас на примерно 22 миллиметра 23 если округлить получается 23 миллиметра ртутного столба то есть мы прошли 10 с половиной метров минус 1 еще 10 с половиной метров прошли еще минус 1 и так 22 раза настолько не напишу здесь три четыре пять шесть семь восемь девять десять ну вот примерно 22 отрезка я нарисовала да и вот здесь на каждом отрезке будет минус один минус один понимаете как соответственно тогда мы от 237 отнимаем давайте округлим 23 получается что вот здесь будет ой что я считаю у основания 745 от 745 745 миллиметров ртутного столба у основания мы отнимаем 22 22 22 целых шестьдесят семьсот сорок пять минус 23 целых шестьдесят получается 722 целых четыре десятых будет давление вот здесь на высоте сложное вычисление кого с математикой все хорошо важновато надо потренироваться еще значит надо запомнить вот эти цифры и тогда ты сможешь высчитывать давление сам ну что есть какие-то вопросы у кого-то кроме вопроса кроме вопроса про квест хорошо давайте квест я вам отправляю что это за бунт ссылочку сделаю квизовый бунт квизовый бунт ну-ка я каждый раз такую зиму или извините можно сказать да если у нас будет квиз у меня будет два празднования сегодня у меня день рождения и квиз классно аня поздравляем тебя с днем рождения здоровья тебе еще больше про день рождения про день рождения у меня день рождения был восьмого мая так одни именинники так поздравляем аню с днем рождения поздравляем киеру с прошедшим с днем рождения успеха в учебе квиз не хочет грузиться представляете безобразие а у меня было 3 февраля а у меня было 20 декабря а у меня у подружки так смешно у нее день рождения 29 декабря ого и ей как бы знаете вот сразу день рождения новый год все как будто бы да и не поправлю а можно что можно а квиз будет да вот видишь я включила сейчас отправлю ссылку у меня тоже два праздника вместе первое это заканчивается школа первого июля второй у меня там день рождения алекс а когда начинается школа первого сентября заканчивается первого июля два месяца всего лишь отдыхаете да ну у нас много каникул так-то еще сегодня день памяти будет 14 и мы в школу не пойдем у нас в школе продлили много праздников много праздников на которые есть много выходных допустим у нас на плясах было высоты три недели а ух ты ж много вот поэтому мы как бы учимся летом но летом очень жарко у нас вчера было плюс 40-45 примерно сегодня ну летом как бы будет плюс 50 плюс 45 где-то вот там плюс и кондиционеры у вас стоят надеюсь кондиционеры нет у нас вентиляторов полно вентиляторы так кого-то еще ждем 9 человек вижу кого подождать меня кого меня алекс тебя что ли ты пока разговаривал давайте алекса подождем или я вам потом покажу в конце рисунок который вас очень обрадует так ты нарисовала еванжелиста даричели нет да я буду ждать сейчас наверное сколько там 12 вопросов в квизе так все 11 человек все кто хотел георгий на месте первый вопрос что такое атмосферное давление себастьян у тебя вопрос какой-то так что у нас опаздывает себастьян у меня не вопрос а я там внутри я вижу тебя вот он ты почему ты не ответил почему-то ты у меня в списочке есть почему-то нет не успел ответить так а скажем дочка это важно а можно мне сказать можно мне сказать я вообще не могу я вообще себя не успел наблюдить в игре просто на вопросы отвечать не надо себя там нигде искать давайте следующий вопрос как измеряется атмосферное давление при помощи анимометра при помощи барометра при помощи термометра при помощи гигометра извините а как зовут этого человека который первым использовал барометра евангелиста торричелли а торричелли тортилл да можно проводить всякие ассоциации которые тебе помогут запоминать сложные фамилии или сложные какие-то так кто у нас они на первом месте я первое правильно сделала кто использовал торричелли для первого измерения атмосферного давления пластиковый анимометр металлический гигрометр стеклянный термометр мне кажется что пласт металлический гигрометр саша запоминаю сейчас все ответят я скажу пока будет видно правильный ответ так а кто это саша у нас так торричелли изобрел ртутный барометр георгий вообще время вышло ну вы чего саша саша ты чего там буянишь не ругайся какие единицы для измерения атмосферного давления метр и сантиметра килограммы и кремы метр и сантиметра метр и сантиметра мне кажется что на паскале имели бары а я вообще-то правильно наконец-то правильно 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 поздравляю саша можно всем радоваться как саша что происходит с давлением можете меня прочитать да слушай что происходит с атмосферным давлением при увеличении высоты повышается увеличение в двое нет остается остается неизменным ой повышается ааааа я успела ура да а кто у нас на первой на пео нас обогнала всех а ясно аня смотрите вы просите из игры скорость ответа учитывается почему с высотой становится труднее дышать первое человеку становится жарко из-за увеличения температуры воздуха второе человек начинает дышать чаще из-за увеличения давления воздуха человеку становится холодно из-за уменьшения температуры либо человек получает меньше кислорода из-за уменьшения плотности софия софия так у нас две софии а кто 2 софия человек получает меньше кислорода из-за того что плотность воздуха меньше поэтому дышать становится труднее где зафиксировано самое высокое атмосферное давление в горах альф сибирском городе уруханске в районе японии центре москвы себастьян 10 секунд она зависла там я ответил на прошлый вопрос это нажал и она горит неправильно ночью дальше это с интернетом значит случилось у меня тут полный не знаю насчет интернета ничего сказать подождите пожалуйста мне выкинула я понимаю просто такая настройка игры ира если выкинула мне кажется тогда ты из турнирной таблицы тоже выкинет тебя нет я осталась я на 4 считается повышенным происходит с воздухом при его нагревании поднимается меняет цвет остается на одном пирогу себастья не зашел до обратно может там обновить как то можно на каком месте вам видно ой нет не видно уже все сейчас на следующем вопросе посмотрю что означает нормальное атмосферное давление а если человек алекс не поняла не услышал если я хочу в принципе выйти ну да ты хочешь уйти от меня можешь уходить алекс осталось два вопроса куда собрался алекс конечно да если тебе надо идти ты можешь идти что происходит при перепадах давления в атмосфере человеку становится холодно и он взял нет человек начинает дышать чаще и уже человек чувствует радость и энергию человек чувствует недомогание головокружение слабость при перепадах давления что происходит софия всех обгоняет я на девятом ой саша я видела что происходит с атмосферным давлением при увеличении высоты понижается остается неизменным повышается или увеличивается вдоль понижается и конец это был последний вопрос смотрим турнирная таблица на третьем месте на софия ушакова максим на втором и софия на первом месте поздравляем так можно посмотреть общую если хотите вот нас они на пятом месте кира на шестом саша лиза себастьян рома алекс на 11 так ну что ребята там георгий что за бунт что значит неправильная программа неправильные ответы не такие как ты хотел я отметил в первом вопросе что она повышается мне написали что это неправильный ответ а потом я в двенадцатом вопросе отметил что она повышается вдвое то есть мне там так показали и она тоже отметила что неправильно знаете что у меня есть идея давайте я вам этот квиз дам в качестве домашнего задания и если вам показалось что где-то были неправильные ответы вы его пройдете еще раз и потом мне напишите если что-то где-то не так ну что ребята кто-то поделится своими до свидания мнениями до свидания кира софия вопрос вопрос я хотела спросить почему там было два одинаковых вопрос два одинаковых не должно было помню такого последнего вопрос это ну про давление что происходит когда она на гору поднимается то я ответила понижается не так же было в начале такой же вопрос самый первый что происходит когда в гору поднимаешься первый вопрос был давай посмотрим вас сейчас вместе так что такое атмосферное давление как измеряется речи и единицы что происходит с давлением при увеличении высоты почему становится труднее дышать самое высокое больше нормы при нагревании нормальное при перепадах так вот вот это при увеличении высоты и еще какой-то честно не помню напомню где-то в начале сейчас посмотрим а вот что происходит и не при увеличении высоты 5 до и до что происходит и последний да хорошо софия внимательно как хорошо я тогда один удалю один и сделаю ссылочку чтобы вы могли еще раз так давайте ли за кто-то хочет сказать просто внизу вроде таблица те вы не прочитали правильно отвечали где правильно и там можно еще раз ответить на вопрос и покажут правильные неправильные надо кстати да можно потом после завершения еще раз проходить да точно лиза спасибо что напомнила софия я еще но это уже не по уроку конечно но я начал описать свою книгу какая тема ну просто то что как бы я чувствую внутри королева потустороннего мира это просто название креативненько креативненько слушайте ребята такие все интересные увлечения кто-то книги пишет кто-то рисует кто-то вообще вы молодцы класс так давайте по теме урока есть какие-то вопросы софи софи нет никаких нет георгий тоже рассказы пишут вообще супер так они еще что-то хотел сказать нет все тогда в принципе marine можно завершать всех была рада видеть source добра